Головочку поднимай, Багдашу. К трём годам Богдан только учится держать голову. А чтобы развивались его ножки, родители строят вот такую дорожку. Это всё, что можно позволить в комнате, где живёт мальчик и его папа с мамой. А место нужно ещё для целого ряда оборудования. Опора для стояния, для сидения, отсос, ингаляторы, кровать. Посреди зала стоит у нас. Вот так не развернуться, не повернуться, ничего не сделать. И позаниматься даже на шаре самое элементарное не могу. Семья ютится в двухкомнатном доме бабушки. Снимать квартиру не на что, Олесе не работает. А с недавних пор изменились и правила предоставления жилья для детей-инвалидов. Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством. По нему органы местного самоуправления могут предоставлять жилые помещения по договорам соцнайма муниципального жилфонда только малоимущим гражданам. В региональном жилищном управлении, в котором отвечают за предоставление квартир уже по решению суда, нам пояснили, в 2018 году они вручили всего 29 ключей. Большинство попросту не может добиться одобрения судей. С весны 2017 года у нас в принципе и решений больше уже нет таких, потому что граждане не могут быть признаны малоимущими. То есть есть доход у них какой-то там, соответственно, пенсии, там что-то еще по инвалидности. И они вот в связи с этим суды стали им отказывать. Василий Стойко переживает, что им тоже откажут. Критерии малоимущей сложно доказать, ведь все нажитое родителями должно уместиться всего в 70 тысяч рублей, а доход на каждого члена семьи в 8600. У Стойко он чуть меньше, но при этом в расчет берут пенсию ребенка-инвалида и деньги по уходу за ним, с чем мужчина не согласен. Еще один пункт, который споткнула семья – отсутствие у родителей какого-либо имущества. У жены была доля, ну до этого, до всего этого была доля, и они считают долю сейчас. Да, у меня есть доля, а я ее продала, и мне сейчас ее... Уже нет, уже больше года доли у нас нет. Будут ли давить на этот пункт в суде, пока неизвестно. На первое заседание, где семье присудят статус малоимущей или откажут в нем, кроме самого Василия, никто больше не явился. Мы будем следить за слушанием. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости.